Медиагруппа «Авангард» представляет Меня зовут Константин Сахаров, я руководитель управления инфрационной и компьютерной безопасности АСУТП Занимаемся в основном разработкой документации в части обеспечения инфрационной и компьютерной безопасности То есть мы разрабатываем верхнеуровневые планы на энергоблок АС, верхний уровень политики, планы, программы Потом эти требования детализируем уже непосредственно для каждой подсистемы в отдельности То есть по сути разработка документации, согласование, работа с поставщиками Мы объясняем, что мы от них хотим, потому что поставщики не всегда идут нам навстречу Хотя все понимают, что риски кибербезопасности сейчас входят в топ-5 И тем не менее движение традиционных отраслей, да, оно немного в замедленном темпе проходит Очень много вот этих разговоров, холивар просто в части терминологии Какую нам терминологию использовать, что правильнее, что так далее На самом деле все, как я уже говорил в докладе, все просто Есть позиция официальных регуляторов, да, есть позиция лицензирующих органов, которые дают лицензию на строительство АС Есть законы и приказы и так далее И мы должны этим приказом как бы следовать Если сказано, что используете кибербезопасность, значит мы используем кибербезопасность Если информационная, то информационная Тем не менее, вот если брать терминологическую базу, все-таки определение кибербезопасности, оно все-таки ближе К тому, чем мы занимаемся, то есть не просто там информационное там обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности в части информации А мы защищаем, помимо информации, мы еще сами процессы защищаем, ну, на объектах, вот Это вот кусочек Плюс хотел рассказать про вопросы сертификации, да, что все не так просто, что мало кто идет на эту сертификацию Неважно какую, стековскую, common criteria, трубу горячую Никого так не заставили еще этим заниматься, никто особо туда не собирается вкладываться Вот, хотя многие организации, есть такие передовики, которые там смотрят в будущее, да, и понимают, что это все необходимо Ну, как минимум для того, чтобы сократить перечень испытаний, которые они должны будут проходить Все-таки сертификат, это некое подтверждение, что оборудование у нас прошло испытание уже в лаборатории, да, и нам просто достаточно предъявить сертификат, а не проводить эти испытания Полный цикл на объекте там, либо еще там в каких-то условиях и доказывать, что у нас все это есть Всю работу, естественно, снять по испытаниям ни в коем случае нельзя, да, но вот хотя бы часть, этот кусочек, да, по проверку внутреннего функционала, он как бы уйдет Да, на зарубежных проектах это особо четко прям видно, что все-таки двигаются по сценарию МЭКа 62443, да, который для промышленной безопасности простой Сейчас будут пытаться применить уже МЭКа 62645, сказать, что вот по аналогии 624443 мы тоже самую платформу сертифицируем, жизненный цикл, у нас все безопасно, вот вам сертификат Полезный совет, если для атомной станции, идите сразу по пути МЭКа МЭКа 62645, 62859, сейчас еще выйдет 63096, надо идти по этому пути, да, есть верхний уровень документов МАГАТЭ и так далее Не пытайтесь что-то изобрести, да, там, применить какие-то стандарты из IT в отрасли, да, все-таки надо следовать АСУТПшным Уже адаптированным стандартом, потому что большой пласт работ уже комитетами МЭКовскими, рабочими группами МАГАТЭ, он уже сделан, он уже проведена эта работа, да, и пользуйтесь уже готовым Не пытайтесь сами что-то изобретать Большая работа проводится в ядерной отрасли в части обеспечения, там, осведомленности, да, то есть аварность, она везде, там, повсюду Тренинги постоянно проводятся, там, курсы какие-то Потом служба безопасности периодически делает, там, какие-то тестирования из разряда, там, рассылки, там, метрики фиксируют, да, там, количество, там, кто там по этим ссылкам перешел и так далее То есть, ну, работает, так сказать, по основным каналам входа, много случаев фиксируется в Корее, да, у них очень тоже на ядерных объектах, очень тоже в этом части продвинуто, да, обеспечение безопасности И вот они у себя там периодически ловят, да, когда там пытаются из сетей айтишных, ну, локально-учислительных сетей перейти в сеть АСУТПшную, то есть у них такие, они ловят эти многоступенчатые атаки у себя, у них такое случается И стандартная это фишинговая рассылка, но хочу сказать, вот, на одном из мероприятий они показывали вот это вот процентное соотношение, сколько людей попадается Круг говоря, там, из пяти тысяч писем направленных, да, там, было всего пять кликов, то есть вот такой процент, то есть люди реально подготовлены в этом плане Я считаю, это более чем достойный результат Объяснять кому-то, заказчику зарубежному о важности, там, компьютерной кибербезопасности нет потребности вообще То есть там заказчик, он ясное, имеет ясное, четкое понимание того, что он хочет И он хочет себе безопасную станцию, хочет себе безопасный блок А вопросы кибербезопасности для него приоритетны Он это понимает и уделяет внимание этому, скрупулезно к вопросу относится Мы мониторим там базу данных, там, CVE, там и так далее, то есть СВСС и прочие-прочие вещи То есть мы в стековскую базу тоже смотрим, как она там пополняется Пока там, конечно, в промышленной части не так много Здесь кажется, потому что, на самом деле, еще мало исследователей Это наш внутренний рынок, наш внутренний сектор, да, там, не каждый вендор пока под это заточен Не каждый проводит в этом плане, там, такую серьезную, скрупулезную работу Либо это, как бы, все остается в пределах, грубо говоря, там, вендора, да, там, ну, никуда там дальше, там, не переходит Вот, мне кажется, большую работу в этом части проводят интеграторы, да, которые проводят независимые обследования, там, выявления, там, и так далее То есть это, мне кажется, это вот 90% всех выявленных Это какие-то организации, да, сторонние интеграторы, либо просто участники бизнеса, там, информационной безопасности Здесь очень такая приятная атмосфера профессионализма, да, люди общаются, находят интересные темы, да, по специальности Все-таки хотел бы отметить, что обеспечение безопасности АСУТП, да, там, кибербезопасности, оно весьма сейчас узкоспециализировано Специалистов сейчас крайне мало, поэтому это большая удача и очень, считаю, отличный шанс пообщаться здесь с специалистами Тоже очень много полезного узнаешь не только в ходе презентации, да, а в ходе, там, каких-то уже частных приватных бесед, в кулуарах, там, и так далее Субтитры создавал DimaTorzok